Всем привет, друзья! Начну это видео с того, что я никакой не медик, я не вирусолог, я не ученый и прочее. Я обычный человек, который так же, как и все, переживаю за свое здоровье, я переживаю за здоровье своей семьи. Я очень часто смотрю новости и читаю разные факты, и каждую новость я внимательно анализирую, потому что я им вообще не доверяю. Я не пытаюсь нагнать никакую панику, а наоборот хочу вас предупредить, чтобы вы были морально готовы и знали, что все намного хуже, чем нам говорят по телевизору. И в этом видеоролике я вам хочу рассказать про такие факты, про которые не сильно кричат по телевизору, а можно их только найти, например, в гугле, в интернете, и то это какие-то мелкие статьи, малоизвестные. Вот, допустим, например, интересным фактом будет то, что Ухань сообщил миру про то, что появился у них коронавирус, это 24 января. И тогда они перекрыли свой город на въезд и выезд, но мало кто знает, что у них первый случай заражения были уже 8 декабря. Но тогда они называли это обычной вирусной пневмонией. И от этой пневмонии также очень много умирало людей. И симптомы абсолютно были такие же, как и от коронавируса. Ну а теперь понимаете, что почти 2 месяца люди из Ухани спокойно передвигались по всему миру и заражали абсолютно других людей этим неизвестным вирусом. Ну а второй интересный факт, который мне удалось найти, это то, что, помните, нам говорили, коронавирус, он пошел из рынка в Ухане, там, где продаются морепродукты, летучие мыши, змеи и прочее. Но вирусологи и ученые говорят обратно, что вирус мог выбраться из лаборатории, которая находится в Ухане, там, если не ошибаюсь, институт вирусологии по изучению каких-то там супер опасных вирусов. Эта лаборатория, она засекречена, вот, и каким-то образом он мог выбраться оттуда. Такие ситуации уже несколько раз были подобные, что вирусы вырывались, но опять-таки про это мало кто говорит. Ну а теперь по поводу статистики, которая в Украине. Во-первых, ТСН подтвердила мою теорию, что один человек больной коронавирусом может заразить более 400 людей, которые находятся рядом, с которыми он контактирует. Ну а во-вторых, когда в Украине заболело только 7 человек, уже по всей стране объявили карантин. По сравнению, в других странах, когда больных уже было несколько тысяч, только тогда объявляли карантин по всей стране и прикрывали на въезд и выезд. Ну а третье, что хочу вам рассказать, у меня есть очень много знакомых медиков. И один из них, который работает в Киевской больнице, сказал, что в одном отделении лежит больше 100 человек больных коронавирусом. Просто они подписали договор о нерасглашении этой информации. Вот, и поэтому вы заметили, что все люди, которые больные коронавирусом, вы их не найдете нигде, ни в интернете, ни имена, ни фамилии, абсолютно ничего нет. И полностью все засекречено. Ну и напоследок, вот допустим, карантин в Украине начался в середине марта. А вирусная пневмония, ну так ее называли, началась еще в январе месяце. И от нее умерло около 70 человек. И симптомы от этой вирусной пневмонии и от коронавируса абсолютно одинаковые, один в один. Ну и кстати, в Украине на данный момент больно примерно 220 тысяч человек от ОРВИ и гриппа. Многие из них в тяжелом состоянии. Ну и не факт, как я говорил раньше, в предыдущих видео, что это люди больные именно ОРВИ, а не от коронавируса. Потому что тесты вот только-только к нам подъехали. И я уверен, что большинство из этих людей, которые лежат в больницах, их будут проверять на коронавирус. Знаю, что видео получилось не очень, но надеюсь, какую-то чуточку полезной информации вы с этого видео возьмете. Самое главное, не паникуйте и берегите себя. Спасибо. Спасибо.